Футбольный клуб Тверь одержал уверенную победу в матче 27-го тура профессиональной футбольной лиги. В минувшее воскресенье подопечные Вадима Гаранина со счетом 3-0 разгромили знамя труда из Орехова Зуева. Подробности встречи в материале нашей съемочной группы. Особый антураж поединка 27-го тура профессиональной футбольной лиги между Тверью и знаменем труда на стадии юности создавал духовой оркестр Тверь Брасбенд. На поле футболисты вышли под живое исполнение знаменитого марша Матвея Блантера. Музыка, которая звучала перед началом встречи, плавно переместилась и на зеленое поле. Впрочем, солировали в этот день исключительно футболисты Тверского клуба. Уже на 17-й минуте счет в матче ударом головой открыл нападающий хозяев Кирилл Ушатов. Бьет здорово! Это Кирилл Ушатов, дорогие друзья! А за пять минут до перерыва дела у знамени труда испортились окончательно. За нецензурную брань в адрес арбитра был удален защитник гостей. Во второй половине игры инициатива полностью перешла к хозяевам поля. А на 67-й минуте вторую желтую получил Рафаэль Агаев. И в составе знамени труда осталось только восемь полевых игроков. Как следствие, уже через четыре минуты тверетяне удвоили свое преимущество. Это удалось сделать Алексею Курзеневу. Подача и мяч влетает в ворота. Это делает Алексей Курзенев. А за минуту до конца основного времени тверетяне довели счет до разгромного. Автором третьего гола стал еще один вышедший на замену игрок. На 89-й минуте Юрий Петровский реализовал фланговую подачу Дмитрия Стародуба. 3-0 стали зеркальным реваншем Твери за поражение в первом круге. Комментируя итоги встречи, наставник тверетян Вадим Гаранин в первую очередь поблагодарил болельщиков. Но отметил, что даже несмотря на разгромную победу, есть определенные вопросы к своим футболистам. Знали, что команда поменялась у соперника, что в группе атаки неплохие футболисты. Понимали, как они будут играть. Вертикально с открываниями, снаряниями справились. Конечно, хотелось бы использовать чуть больше преимуществ, которое у нас было. Именно преимущество в создании моментов. Крупная победа позволила клубу из столицы Верхней Волжьи остаться в лидирующей четверке. За три тура до конца чемпионата Тверь в двух очках от третьего места и в трех от второго. Следующий матч команды Гаранина намечен на 4 июня. На берега Волги приедет подмосковная Коломна. Субтитры создавал DimaTorzok